Приветствую вас. Вряд ли нужно бороться с недоверием к людям. Потому что, как правило, за недоверием к людям скрываются вполне себе нормальные, естественные, реальные и весьма трагичные, практичные желания. Только вы этих желаний не видите пока в себе, потому и людям не доверяются. Вообще, наиболее полный ответ, наиболее точный ответ, подходящий именно вам, можно дать только, если как следует проанализировать то, почему у вас такое вот недоверие к людям случилось. То есть, ну, из-за чего оно появилось, это недоверие к людям. На основе чего ведь это же формировалось и формировалось весьма и весьма длительное время, на мой взгляд. И я полагаю, что если с этим поработать, то можно будет вскрыть те причины, которые мешают вам сейчас, именно сейчас, доверять людям. Можно это будет сделать, но опять же, начнем с собой. Пока, пока, информации об этом нет, и я полагаю, что оперировать можно, ну, сколько теми фактами, которые вы... предоставлены. То есть, эти факты, они, значит, исходят, к сожалению, исключительно из таких общих моментов. Значит, первое, о чем стоит сказать, то, что человек, который не доверяют людям, это человек, который видит в них, в этих людях опасность. Опасность, которую видит человек, для него самого является вполне реальной, то есть, мы ее принижать не будем. Опасность, потому что, если она есть, значит, она действительно есть, за ней кроется реальный страх. за опасностью, вот, и за ней кроется, ну, в некоторой степени, можно сказать, непростроенная личная граница. То есть, вы, скорее всего, скорее всего, вы стремитесь к тому, чтобы быть с людьми в близости. То есть, вам это нужно. То есть, вам это нужно. Вы испытываете бобребность в этом. Но, из-за того, что личные границы у вас не простроены, этого не получается. То есть, не получается вступить с людьми в отношения такие, которые бы вам не причиняли боль. Например. Которые бы вам не доставляли бы, например, дискомфорта, неудобства и так далее. И именно по этой причине вы сейчас никому не верите, потому что люди для вас все угроза. И они, в некоторой степени, действительно являются угрозой. Потому что, действительно, эти люди вам несут, как бы, ну, разрушение в ваш мир внутренний. Значит, что нужно сделать? Нужно установить границы с людьми. Лично. То есть, то, как с вами можно, например, взаимодействовать. То, как с вами можно, например, ну, например, общаться. То, как с вами можно, например, проводить время. То есть, как это для вас приемлемо и как это для вас неприемлемо. И почему. Для себя вы решаете, как с вами можно общаться и как с вами должны общаться люди. Потому что, ну, именно так вы считаете нужно и можно с вами взаимодействовать адекватно. То есть, это, грубо говоря, некий такой порог вхождения в личное общение с вами. Это первое. Это первое. Вам дальше можно раскрыть, что границы бывают ваши внутренние и внешние. Внутренние границы – это то, как вы на эмоциональном уровне считаете, приемлемо ли человек ведет себя к вами, например, или нет. То есть, правильно он ведет себя с вами или нет. И если нет, да, то, соответственно, почему. То есть, это вот такие вот, можно сказать, аспекты интроспекции, аспекты рефлексии. Можно еще и так выразиться. Значит, границы бывают в том числе и, соответственно, внешние. Не только внутренние, но и внешние. И внешние границы, они определяют то, как вы себя ведете. То есть, как вы ведете себя именно с людьми, как вы взаимодействуете с людьми. То есть, как вы ведете себя, если, по вашему мнению, личные границы оказались, ну, грубо говоря, нарушенными, да? Что вы делаете в этом случае? Как вы ведете себя в этом случае? Это, на мой взгляд, тоже определяет, ну, тоже очень важно. Но для грамотного построения личных границ необходимо, чтобы вы понимали, чем именно люди вас задевают. Именно задевают, чем. То есть, если есть факт того, что вас задели, то обязательно нужно понять, почему. Если задели, то почему. А не так, что вот со мной, там, например, должны общаться вот, ну, только так, как я хочу, например. Это, соответственно, путь в никуда. То есть, сперва, вы определяете все, почему вас задевает. То есть, все, что вас задевает и почему, вы определяете. Это первое. Второе. Вы с психологом, именно с психологом, вы работаете на эти темы. То есть, стараетесь сделать так, вместе с психологом этого добиться будет несложно. Стараетесь достичь того, чтобы вас не задевало больше, ну, вот то, что неприятно. И чтобы вы извлекли необходимые, необходимые выводы, необходимые, значит, для себя корректировки. Вы увидели, дабы все это можно было у себя структурировать. Вот. И потом уже, как бы, в дальнейшем, вы можете действовать так, что меня не задевает, да, но я все равно не позволяю людям общаться с собой ниже там определенного, как бы, уровня. Я принимаю любого человека, допустим, но я не позволяю, например, человеку обсуждать, допустим, там, себя, мой выбор, ну, и так далее. Здесь уже многое зависит от вашего предпочтения. Самое главное, чтобы это было именно такое, знаете, как бы это сказать, взрослое решение. Чтобы это именно было решение взрослого, а не ребенка, который говорит, что я не верю. Далее. Далее. Значит, следующее, что можно сказать, это то, что в вопросах доверия очень важно, очень важно то, чем вы делитесь с людьми. То есть, что значит доверие, да? Доверие – это означает, что вы доверяете человеку. То есть раскрываете ему что-то, связанное с собой. И вот здесь очень важный момент, на мой взгляд. Если вы раскрываете человеку что-то, что может вам навредить, это требует прояснения. А для чего вы раскрываете человеку что-то такое, что можно использовать против вас? Это первое. И второе. Как именно это может вам навредить и почему? То есть, грубо говоря, чем и как может навредить вам, значит, то, что вы поделились чем-то вот с кем-то. И если вы, с одной стороны, будете отслеживать то, чем вы делитесь с другими людьми, если вы будете понимать, знать, если будете знать для себя, чем вам может навредить то, что вы вот поделились с кем-то и почему, то вы сможете, с одной стороны, минимализировать негатив от того, что вы чем-то с кем-то поделились. И с другой стороны, вы всегда сможете знать, что вот этим лучше пока не делиться. Пока человека, например, не... Ага, ну... Пока человека, например, получше не узнают. И все. Но должно быть четкое ограничение одного от другого. И только тогда, только в этом случае, вы сможете спокойно общаться с людьми. Я не говорю, что вы сможете или будете доверять всем. Вообще говоря, доверять всем, ну, может быть, и не стоит. Но, к этому человеку, который в вашей жизни будет, вы сможете достаточно легко отводить определенное место в вашей жизни, которого он, опять же, по вашему мнению, заслуживает, и тем самым будет четкая иерархия окружающих вас людей. И те, кто знает вас хорошо и лучше всего, будут, естественно, ближе, их будет очень мало. А те, кто знает вас более поверхностно, их будет больше, но они будут на существенном удалении от вас. Ну, и также хотелось бы, чтобы вы определили для себя, вот, собственно, как это рушит вашу жизнь конкретно. То есть, как, почему это рушит вашу жизнь. Если вы говорите о ревности, например, то ревность это неуверенность в себе, это страх одиночества, непринятие себя. Это недостаток значимости, своей собственной значимости, в своих же глазах. Это некий такой негативный сценарий, что вам обязательно должны изменить, например, если мы про отношения говорим и про недоверие в них. И все это тоже имеет смысл разбирать, потому что ревность, она действительно способна разрушить любые отношения и любые чувства. Но, опять же, как и с недоверием, с ревностью не нужно бороться. Абсолютно. Не нужно прислушаться, увидеть те сигналы, которые она вам подает и подкорректировать свое поведение. После чего необходимость в ревности отпадет. Потому что ревность это, грубо говоря, защитная такая реакция, которая от чего-то вас защищает. И вопрос заключается в том, от чего. Потому что это серьезно, а информации о себе вы почти не дали. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.